Друзья, несколько раз прозвучало слово интеграция. Интеграция с кардексами, интеграция с сортерами, интеграция с специализированным оборудованием. А следующий миф у нас такой, что говорят, что ВМС от Аксилот может тесно интегрироваться только с системами на платформе 1С. Мария, про что наш проектный опыт? Ну, на самом деле, конечно, с платформой 1С мы интегрируемся тесно. Это не миф, это правда. Но опыт проектный нам подсказывает то, что интеграция далеко не только с 1С. На слайде у нас перечислено куча разных других систем, с которыми, собственно, у нас был опыт интеграции с Апплак, с Аптонавижн, галактика и так далее. То есть, в принципе, проекты совершенно разные, совершенно разная корпоративная система наших заказчиков, и с каждой, собственно, мы интегрируемся. На самом деле, можем интегрироваться с чем угодно, лишь бы это что угодно могло передать данные в нужном формате и, соответственно, принять нужные для ВМС системы. И вот ввиду какого-то нашего опыта интеграции с данными решениями, мы каждую реализованную интеграцию, конечно, анализируем, пропускаем через себя, чтобы минимизировать риски в дальнейшем. И вот на базе этого опыта мы даже создали отдельное решение, которое является непосредственно связующим звеном в платформе AxelotX, это Detrion и ESB, которые, в общем-то, в целом призваны упростить интеграцию с системами на разных платформах. И вот в наших проектах с появлением шины трудозатраты на настройку, на адаптацию интеграции, они значительно сократились по сравнению с тем, что было, в общем-то, до шины, до появления шины в нашей жизни. То есть мы сейчас поговорили об еще одном ноу-хау, но уже относящемся к платформе X5. Ну, да. Как в вашем проекте, Николай? Есть ли какие-то сложности, связанные с интеграцией? Что вы думаете по поводу термина TES? Вот я немножко в недоумении, потому что вот куновские мифы и легенды древней Грицы, они как-то меркнут по сравнению с вашими мифами. Я не знаю, кто у вас мифотворчеством занимается. Интеграция, она и есть интеграция, извиняюсь. Ну, вот если вы стоите на том конце и вы знаете все о своей системе, если у вас есть другая система, насколько она открыта и насколько там умеют это делать, вот настолько можно интеграцию сделать, грубо говоря. То есть интеграция подразумевает обмен между системами, тем более ВМС. ВМС это вообще управляемая система, она целиком завязана на интеграции. То есть там, ну, понятно, что есть куча правил, обмен справочниками, скорее всего, с верхней системой в нижнюю. Обмен, значит, указаниями, что делать, то есть документы и отклики. В принципе, там все понятно и мне кажется, что ВМС как осознанно для того, чтобы интегрироваться с КИС. И на самом деле в Аксилоте очень много этому уделяют и внимания, и времени. И очень удачное стратегическое решение, я считаю, развитие шины. Потому что там, где есть интеграция, ВМС подразумевает интеграцию, то наличие своей шины, конечно, говорит о том, что она как раз тесно может интегрироваться с разными системами. То есть мифа про интеграцию точка и точка вне зависимости от систем, в принципе, там… Нет, я могу привести пример, ну, допустим, того, что у меня есть и что я хочу еще в дальнейшем. Я планирую МТМ, я планирую тот же ВМС, тот же КИС, те же кучи бухгалтерских систем, это все будет интегрироваться. И ТМС в конечном итоге, то есть я вот все карты раскрыл, насколько я тесно вас люблю. Я тесно интегрироваюсь с вами. Тесно интегрироваюсь с Аксилотом настолько, насколько тесно ВМС интегрировается с моими системами. Я хотел бы спросить у Дмитрия. Вот мы сейчас упомянули, что в рамках платформы X5 есть там значимая компонента, которая является Датрион и ESB. А что-то еще в этой компоненте, в платформе предусмотрено для улучшения интеграции, чтобы совсем развеять данный миф? Ну, анализируя наш богатый опыт интеграции, но прежде всего хочу сказать, что существуют проблемы, которые трудно решаются с шириной данных. Ну, то есть шина данных умеет трансформировать пакеты, в принципе шина данных умеет их объединять и так далее. Это все можно настроить, но зачастую эти правила становятся довольно сложными, особенно когда эти правила начинают зависеть от тех данных, которые содержатся в пакете, который передается в системе. Самые простые примеры, вот то, как это было, например, в МС-4 и там в МС-3, вот первая картинка, она, например, показывает, что зачастую в МС требуется объединить два заказа. Это делается очень просто, когда у нас склад обслуживает несколько наших проектов торговых, например, и с точки зрения управляющей системы эти проекты могут быть отдельными. Ну, то есть фактически у нас разные менеджеры отвечают за свой сегмент товаров, оформляют свои заказы, но у нас один и тот же заказчик может на складе заказать товары из разных сегментов. С точки зрения корпоративной системы это будут два разных заказа, и это правильно, потому что для нас могут быть разные проекты, это разные центры затрат и так далее. С точки зрения в МС, ей проще собрать и отгрузить этот заказ целиком. Это экономит ресурсы, в том числе и упаковки врачной, и ресурсы при доставке такого заказа и так далее. Такие заказы требуется объединять на стороне в МС. И вот эти вот правила, они бывают разные. Они иногда довольно простые, когда мы получили два заказа от одного контрагента, мы должны их объединить. А бывают сложными, когда, например, говорят, что вот если это контрагент Ашан, то несмотря на то, что все эти заказы пришли от Ашана, они должны уйти отдельными заказами. И вот эти правила настраивать во всех системах передачи данных довольно сложно. Довольно сложно их настраивать в интеграции. Особенно можно понять, что эти заказы могут прийти в разное время и быть оформлены в разное время. Поэтому в МС X5 мы добавили еще один слой. Мы его назвали интеграционный слой, который фактически собирает все эти данные, которые требуются для нашей МС, из всех корпоративных систем заказчика и кладет их ровно в том виде, в котором их видят корпоративные системы. Интеграция от этого становится простой, элементарной. У нас один объект в один превращается. А все дальнейшие преобразования происходят уже внутри ВМС. И уже именно внутри ВМС из данных объектов мы получим новые, требующиеся для работы нашей ВМС-системы. Именно этот подход мы для ВМС-системы выбрали стандартным, обязательным. И на данный момент мы его очень эффективно используем. Более того, это позволяет нам хранить тот номенклатурный справочник, справочник товаров в тех терминах, которые это нужно в складу. Зачастую бывают ситуации, когда товарная позиция на стороне корпоративной системы может быть одной, но она имеет там различные характеристики, например, цвет или размер. А для склада зачастую эти позиции разные. Более того, эти позиции могут иметь различную оборачиваемость, соответственно, разный класс и хранится в разных ячейках с точки зрения быстроты пополнения и так далее, быстроты отбора. Поэтому, на мой взгляд, сейчас интеграция ВМС с любой системой корпоративной стала еще проще, особенно если использовать шину данных. Кстати, вот что хочу сразу уточнить, тоже нашу ноу-хау, ноу-хау нашей родной компании Datorion. Чем наша шина лучше? Мы, в отличие от большинства зарубежных шин интеграционных, знаем, как интегрироваться с 1С. У нас очень большой опыт работы с 1С, и мы знаем, как с ней интегрироваться. Большинство западных шин данных не предоставляет такой возможности в штате, и данные адаптеры надо разрабатывать, а они довольно сложные, потому что 1С имеет свои особенности, про которые зачастую западные производители не знают. Дима, спасибо. То есть, получается, в первой части это логистические алиасы фактически какие-то, да? Да. Именно то, что важно для складского учета и каких-то транспортных задач. А второе, это то, что вот это умение тесно интегрироваться, это на самом деле фактически и преимущество. Потому что, если говорить про рынок шин данных, то на рынке, в общем, больше никого и нет, кто так хорошо разбирался бы в различных конфигурациях 1С. Продолжение следует...